МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начала я рисовать лет с пяти из четырех. Сначала пейзажи писала, а года два, наверное, мне понравилась гипериализма. Получится, не получится. И вспомнила все техники, все, что я знаю. Все книжки достала по портретам. И так вот рисовала, училась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня привела подруга три года назад на встречу с болельщиками. В тот момент я вообще не знала, кто это, что это, что здесь происходит. Вообще, вот. И тогда раздавали такие журнальчики по номерам игроков. И мне подруга такая говорит, смотри, смотри, вот это идет как там Никита Курбанов. А говорит, ты мне имя вообще не говори, номерок скажи, где это находится, и все. Вот. И как-то так пришла, он тянулся. Потом начали ходить на игры все чаще, чаще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это был, конечно, волнительный такой момент, когда выходят игроки тет-ет-ет. Вот. И не знаешь, как они отреагируют на это, понравится, не понравится, конечно, волнуешься. Вот. А тогда волновалась, очень волновалась. Кому подарила Никита. Он был как раз, где я первым отдавала Никите. Ему очень понравилось. Спасибо большое. Это мне? Да. Отлично. Можно ходку? Да, давайте. Сфоткай. Сфоткай, сфоткай, сфоткай. Сфоткай, сфоткай. Очень приятно и очень так неожиданно. Повешу себе на стенку, чтобы радовал глаз, можно сказать. Украшу дом. Добавляю. Каждый раз что-то новое добавляю. Какие-то фишечки свои. Когда есть настроение, я могу рисовать хоть каждый день. Могу встать ночью, начать рисовать. Какие бы занятия у меня ни было, чем бы я ни увлекалась, но рисование это никогда от меня не отходит. Я всегда к этому возвращаюсь. Через день, через месяц, через год, если я к этому вернусь. Субтитры сделал DimaTorzok